Ситуационные задачи. Кейсы по актуальным вопросам избирательного права и процесса. Ограниченное время как на обсуждение, так и на ответ. А еще жюри, которое, находясь за много километров, сразу определяет его правильность и оценивает убедительность аргументов. Для трех участниц Олимпиады по избирательному праву это испытание уже позади. Они выполняли задание в самом начале видеоконференц-связи. Это второй год моего участия в Олимпиаде по избирательному праву. Формат меняется. Я бы сказала, что он немного усложнился. Но радует то, что эта Олимпиада предполагает командное участие, что очень важно, потому что мы поддерживаем друг друга. Все-таки есть варианты совещания. Полезный эксперимент, отзываются участницы этапа Олимпиады. Им пришлось решать кейсы. На экран был выведен текст с предполагаемой ситуацией. И знатокам избирательного права приходилось выбирать правильный вариант поведения или верное решение конкретного случая. Действия участковых избирательных комиссий в день голосования и территориальных в его преддверии. Выдвижение кандидатов, размещение наглядной агитации. Вопросы, взятые из реальной жизни. Я сейчас сдаю ОГЭ. Соответственно, я также сдаю обществознание. И дальше собираюсь идти в 11 класс, на котором в ЕГЭ тоже буду сдавать обществознание. И, соответственно, для меня этот опыт важен. И в дальнейшем он, возможно, мне как-то пригодится. За две минуты команды должны были найти ответ и представить его на суд жюри. При этом учитывалось не только знание закона о выборах, но и эмоциональность и даже оригинальность. Пущинские участницы отметили, что доставшееся задание оказалось несложным для них. И они дали абсолютно правильный ответ. Диана Ларионова, Иван Хромов, ТВС, Пущино. Диана Ларионова, Иван Хромов, ТВС, Пущино. Продолжение следует...